Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор пятого каталога Фоберлик. Оставлю вам свои отзывы о новинках, о любимых продуктах. Итак, поехали. Краска. По поводу краски пока сказать ничего не могу, потому что мне красится еще рано, но в ближайшее время мы с вами обязательно покрасимся и протестируем ее. Девчонки спрашивали про процент окислителей. Я посмотрела в моих красках. Так, у меня клубничный блондин на девятке и пепельно-фиолетовый. Так, нет, семерка у меня. Блондин пепельно-фиолетовый 717 на шестерке. Я буду краситься на шестерке, когда миксовать буду эти оттенки. Свет вообще классный. У меня приблизительно такой последний раз получился. Буду краситься на шестерке, потому что мои волосы на девятке могут давать у корней рыжину, а на шестерке прям вообще отлично. Палитры можно, кстати, посмотреть на пункте выдачи. Говорят, они там должны быть. Но опять же, если владелец пункта выдачи заказал. По поводу шампуня и бальзама уже ролик был. Рассказала свой отзыв. Пробовала уже не один раз мыть с ним голову. Бальзам мне прям вот на самой кончике иначе утяжеляет, но не грязнит. То есть волосы не грязнятся быстрее. Отнюдь вообще нет. Но делает их сосульками, мне этот эффект не нравится. Но опять, кому что нравится. Я люблю, когда вот такой вот беспорядочный на голове процесс происходит. Я не люблю, когда они висят как сосульки, прилизанные. Но здесь каждому свое. Шампунь классный, хорошо промывает, хорошо пенится. Отдушки практически никакой не имеет. То есть не противный. Все отлично, все нормально. Состав интересный. Витамин В7. Витамины группы В. Вообще они для волос и для кожи очень хорошо работают, полезно, суперски, здорово. Поэтому, да, классно. На Ксюшке тоже пробовала. У нее, ей прям вот бальзам самое оно хорошо разглаживает. Все здорово. Волосики потом красивыми локонами лежат. Поэтому, да, спрашивали девчонки еще по поводу зуда. Нет, у меня не вызывают шампуни из серии Эксперт Зуд обновленный. Вот эта серия не вызвала. И вот эта вот серия. У меня это нет. Врум. Которая для ламинирования. Она тоже красная. Где она вот ламинирующая. Тоже не вызвала зуд. Остальные не могу сказать. Ну и черный. Черный никогда не вызывал. Ни в старом формате, ни в новом. По поводу крема-спрея для волос тоже рассказала. Но еще раз продублирую. Вообще для такого спрея цена очень дешевая. Поэтому пока со скидкой рекомендую брать. У кого волосы поврежденные, вам однозначно зайдет. Потому что прям вот смягчает на ура. Пробовала на Ксюшке. Пробовала себе прям на кончике. Знаете, такая вот по рукам прям силиконистая текстура. Это действительно крем. Он очень густой. Он практически во флаконе не переливается. Но тем не менее распылитель сделан хорошо. Крем распыляет. И вот ее волосы, которые расчесать практически невозможно. Без вобли, криков и так далее. Очень хорошо разгладила. Вот очень хорошо разгладила. Там, где было спутано. Нанесла прям. И расчесались на ура. Быстро, без проблем и хорошо. Вещь классная на самом деле. Классная. Поэтому рекомендую. Рекомендую однозначно. Так, что у нас с вами дальше по лакам? Как раз вот у меня на одной руке новинка. Сейчас мы до них с вами дойдем. Я вам расскажу. Стартовая программа. Не забываем про нее. По желанию. Хотим участвуем, хотим не участвуем. То есть, если делаем в каталог заказа на 2,499, то получаем подарки. За 300 рублей. Если делаем на 5, то за 100 рублей. Подарки здесь все прописаны. Многие забывают. Многие не знают, что нужно заказы своевременно оплачивать. То есть, вы можете сделать заказ на 2,599, грубо говоря. Но оплатите его, когда начнется следующий каталог. Допустим, под конец каталога делаете заказ. И оплачиваете по факту, когда он приходит на пункте выдачи. А тут уже другой каталог начался. Оплата проходит. Заказ пройдет по тому каталогу, в котором сделана оплата. То есть, получается, у вас каталог будет пропущен, если оплаты в нем не было. Именно на 2,599. Поэтому вот за этим следите. За строками действия каталога. И когда у вас проходит оплата. Потому что многие по незнанию слетают со стартовой программы. Слетают со скидки в 50 баллов, когда делают дату от 6%. Потому что здесь именно важен факт. Не заказа, а оплата. По Би-Роялу я даже говорить ничего не буду. Я пролистаю вот так молча. Куркума. Ночной восхитительный крем. Дневной не могу оценить. На весну какой уход? Вот пока новинок нет, я прям добиваю свои старые запасы. А так можно присмотреться к линейке Global Oxygen. Можно уже брать себе спрейчики, восстанавливающие всеми любимые. Хранить в холодильнике. И с утра прямо вечером распылять кожу. Скажет только спасибо. На каждодневное умывание, вы уже знаете, я люблю очищающий гаммаж. Он будет по скидочке. 199 рублей надо будет взять. Из кремов ничего не буду брать. Потому что однозначно скоро будет какая-нибудь новинка. Гиалуронка. Многим в теплое время года, многим некоторым вызывает высыпание. Подкожники и так далее. Но это далеко не у каждого. И это норма для именно гиалуронки. У некоторых не вызывает. Коллаген вообще на любое время года. Потрясающая бюджетная, очень дешевая серия. Маски при покупке любого крема будут по 99 рублей. Со скидкой консультанта еще меньше. Маски тоже классные. Вообще серия супер базовая. Такая классная. Но в то же время эффект потрясающий. Но это моя любимка. Жемчужный крем для умывания. Вообще серия Осиул очень радует. Очень радует. Здесь любой продукт, какой ни возьми, он прям классный годный. Кстати, вот сейчас добиваю вот этот гель-трансформер. Как дневной уход. Но он прям идеально подойдет на лето. Вот идеально подойдет на лето, на жару. Потому что он на коже прям тает, превращается в водичку. Слегка увлажняет. Такой хорошенький, такой классный прям. Ну вообще суперский. Его на коже совершенно не чувствуешь. Его знаю многие очень девочки. Любят именно вот на лето. Как раз таки и брать. А Грин Карму нам тут со скидками напечатали. Тоже хорошая базовая серия. Я ничего плохого сказать не могу. Кислоты уже все убираем. Хотя они здесь щадящие. Но убираем, потому что может быть пигментация. Так, про что вам еще рассказать, мой хороший? Правда, загар сейчас активно вот его использую. Кстати, опять на него скидка будет. Надеюсь, там сроки нормальные. Потому что я брала несколько штук по срокам годности. Но еще осенью. Еще осенью. И они нормально работают. Хотя у них уже кончился срок годности. Все отлично. Тут рублей 300 будет со скидкой консультанта. 300 с небольшим. Нормальная цена, потому что хватит его на долгие годы. Но если, конечно, на все тело будете использовать, то побыстрее израсходуется. Я исключительно на лицо и на зону деколька. Не пятни, не пачкает руки. Вот вчера буквально. Какой вчера? Я каждый день это делаю. Последние пять дней. Я делаю это каждый день. Потом перерывчик раз в пять дней. Не пачкает руки. Вот вчера на ночь делала. Наслаивать себя позволяет. То есть мне его, допустим, маловато. От него эффекта с одного раза. Кому-то может быть достаточно вполне. Он такой вот средненький, слабенький больше. Но тем не менее, с первого раза тоже приятный оттенок. Я когда пользуюсь автозагаром, я не использую тональные средства. Потому что лицо и так выглядит великолепно. Тон выравнивается за счет именно загара. Я очень люблю это дело. Вообще и зимой иногда, и на весну, и на лето тем более. Но летом уже нет. Летом и так лицо загорит. А сейчас прям активно пользуюсь. Мне очень нравится. Я люблю, когда личико загорело. Не люблю бледнолицых. Ну не люблю. И все. Давно нам не печатали. Вернее, печатали, но мелко вот этот набор. Набор, кстати, классный. Набор классный, базовый. Скидка на него будет 40%. Рублей 800 с чем-то со скидкой консультанта. Это нормальная цена. Нормальная. Гарда и река. Блум. Вот не люблю. Хотя многие девочки любят. Закончились у меня сыворотки. Я опять пока сделаю перерыв. Потому что на теплое время года ее, конечно, будет немноговато. Она прям такая. Хотя на ночь нет, тоже нормально. На ночь для сухой кожи тоже зайдет. Так что она слегка такая маслянистая. Мицеллярочку какую-нибудь буду брать. Наверное, скорее всего, любимую вербену. Все закончилось. Она совсем мне не щиплет глазки. Она, правда, маленькая бутылочка. Но цена тоже бюджетная. Очень хорошо смывает любой макияж. Вообще просто на ура. Любовь любовная. Не знаю, у нас экспертовская осталась. Или ее уже вывели. Девчонки недавно спрашивали отзыв на маски. Вот эти желтые уже давно нет. И, наверное, больше не будет. Распродают синюю и розовую. Вот от розовой я никакого эффекта не увидела. А синяя немножко похож на мою любимую маску от Агафьи. Освежающую. Она освежает. Даже может немножечко вот так вот пощипывать. Холодит. Классное на утреннее применение. Но этой банке, девчонки, на три раза. Мне лично нормально маску сделать на три раза. А цена как бы нелюджетная. Поэтому я беру редко. В основном, когда хорошая цена. Или по каким-то там программам и так далее. Помадки. Помадки классные. У них действительно классная текстура. Не все совпадают с каталогом. К сожалению. К сожалению, не все. Но прям многим понравилось. Вообще линейка из коллаген зашла практически всем негативного. Ни одного отзыва не слышала, пока честно. Вот все мои девочки. Все прям восхищаются. Помада шикарнейшая. Губки разглаживает. И в то же время ухаживающая. И финиш у нее красивый. Никаких блесток как бы тут нет. И оттеночки классные. И пигментация насыщенная. Вот прям все супер. Девчонки только жалуются, что у них на складах все позаканчивалось. У меня на складе, на центральном все есть. Я себе в запас еще накидала свои любимые оттенки теней. Был ролик с макияжем. Я вам показала, что пару оттенков теней можно использовать в качестве иконки. Контуринга и помады. Поэтому мне зашло. И губы мне не сушат, кстати. Даже без бульзама. Без бульзама. Без бульзама. Без какой-то подложки под помаду. Мне не сушат. А консилер тоже действительно очень-очень хороший. Очень-очень хороший. Прям вот вообще отлично. Так, это у нас увлажняющий тональный флюид. Очень легенький. Ничего не перекрывает. Но в то же время вот, ну, качественный. Качественный продукт. Не, у меня коллаген бустер. У меня не флюид. Я их все время путаю. Баночки одинаковые. Причем бустер у нас подешевле получается, чем флюид. Мне кажется, они не особо отличаются все со SPF 15. Что тоже радует. Кушон у нас со SPF 25. И вот они тени. Я все думаю, может и остальные оттенки взять. Но нет. Потому что постельный дынчатый мне делает глаза грязными обычно всегда. Лиловый бежевый тоже как-то не очень, хотя можно было бы взять попробовать. Вот этот слишком будет светлый, я уже знаю. Мне такое не идет, не нравится. А вот эти два оттенка прям рекомендую. Вот здесь не совпадение с каталогом. Но может быть чуть-чуть есть совпадение, потому что это не пепельно-розовый. Я писала пост в Zenit, где сравнивала эти тени с жидкими матовыми тенями. Вивьен Сабо делала сводчи. Там действительно пепельно-розовый цвет. Здесь нет. Здесь освежающий с коралловым подтоном. Вот хорошо, что я его взяла. Я такое очень люблю. Вот он как румяшки, как помада, вообще великолепно. И на глазках, ну, очень освежает взгляд. Он не такой розовый. Вот не верьте. Зайдите в мой Zenit, посмотрите. Вот пост был недавно совсем на днях. Прям сводчило. И там видна разница, где действительно пепельно-розовый, а где нет. По поводу Кушона тоже вам все рассказала. Я повторять не буду. Потому что мне не понравилось, что он такой более водянистый. Он классный. Он здоровский. Но у него гораздо слабее перекрывающая способность, нежели у Кушонов, ICO и Baby Face. Он вот такой вот, как вот коллаген-бустер, но немножечко пополотнее. То есть он такой вот, ну, жидковатый, на мой взгляд. Поэтому если брать тональное средство, его берешь с целью, чтобы оно скрывало какие-то недостатки. Логично, логично. Просто так освежить личико, не знаю. И он у меня где-то на коже первые 30-40 минут поблескивает. А Кушона всего, допустим, он сразу матирует. Потом, кстати, этот блеск уходит и становится очень нежная кожа, мягенькая такая вот. Вот прям чувствуется, что здесь уходовые свойства. Вот вроде вот классный, суперский. Но вот немножко поплотнее, если бы сделали. Потому что несовершенство не очень хорошо маскирует. Даже на моей практически идеальной коже, да. А уж если есть действительно какие-то на лице несовершенства, которые надо маскировать, то тут уже не обойтись без консилера. Это точно. Покрытие, вот они пишут, что три точки. Сейчас интересно, будет в Кушоне. Было в Кушоне осюл? Такая же маркировочка. Или не была? Где ты, родимый? Ладно, мы сейчас в Бэби Фейс посмотрим, долистаем. Долистаем и посмотрим. Так. Вот это, кстати, штука прикольная. Они очень похожи с Бэби Кремом и с Калагеном. Вот похожи. Ну, тушь великолепная. Тушь великолепная. Ничего плохого сказать не могу. Хотя тут написано, что объем на тройку. Но у меня с третьего слоя, даже со второго, я могу себе сделать реснички прям хорошенькие, классные. Мисс Кёрл считаю одной из самых лучших тушей. Не только Фуберлик, а вообще. Вот у нас нет на складе подводки штаба, это точно. Потому что вчера буквально листала, смотрела сайт, смотрела каталог и так далее. Кстати, девочки, если вдруг вы в каталоге, потому что такие вопросы тоже периодически возникают, не нашли что-то, то это не значит, что этого нет. Заходим в приложение или на сайт, и там все есть. Там все есть. Не обязательно в каталоге печатают всю продукцию, потому что в каталоге у нас вот такие бы с вами были толстены. Вот тут про перекрытие пишут. Нет, не пишут. Не пишут. У нас, кстати, он с двадцаткой, да? СПФ тоже. Нету пометки, в какой степени перекрытие. Только там вот на новинках написали. А так сравнить бы интересно. Но оно более плотное, на мой взгляд, гораздо более плотное. Поэтому вот в линейке Do the Best, смотрите, праймер для губ будет по скидке. Классная цена. Я его прям обожаю. Часто использую. И с матирующей пудрой праймер матирующий. Вот сейчас тесна, у кого кожа жирная, тоже рекомендую присмотреться. Продукт работает. Работает на все 100%. У меня он стоит, пока не пользуюсь. Вот лаки. По лапу что могу сказать? У меня вот этот оттенок, я его прям узнаю сразу среди всей гаммы, потому что он классный. Потому что он классный, он крутой. Сияние галактики получается, да? Да, 73-й. Вот он. Они действительно сохнут быстро. Я на гель лак положила. Действительно сохнут быстро. Вот по ноготочкам, смотрите, давайте с вами сравним. Ну, здесь в один слой, наверное, у меня в два слоя. Он прям такой насыщенный в два слоя. С первого слоя он мне просто не перекрыл мое гелевое покрытие, поэтому два. А так вообще лак красивучий, лак блестючий. Очень быстро сохнет. И он держится сегодня, наверное, какой? Третий или четвертый день. На ура. Ну, на гель лаки всегда лаки лучше держатся, поэтому я вам вот по стойкости на ногтях без геля не могу сказать. Он действительно растекается, он действительно самовыравнивается. Действительно, вот это есть. И вообще оттенки прям вот, ну, ультрамодные. Но очень классные. Вот маникюр у девушки мне безумно импонирует. Вот хочется прям в такой гамме и себе тоже сделать. Вот прям очень красивый. Оттенки нереально классные. Какие-то здесь по типу хамелеона, вот как мой хамелеончик или голографический какой-то эффект. Есть еще здесь такой оттенок. Есть какие-то с блесками оттенки, но они не бросаются в глаза. Просто легкие, вот сияющие розовые точно. В общем, прикольные. Слушайте, за 149 рублей вообще очень годные лаки. Если вы пользуетесь обычными лаками, прям смело могу рекомендовать. Вещь, вещь очень классная. По поводу Каори Бамбу, мое мнение не изменилось. Смотрите, парфюмы будут вообще, вся серия Каори по большой скидке за 600 рублей. Большой объем, 50 миллилитров. Классный бамбук, белый чай, озоновые ноты. Вот прям классный, зелененький. Но он даже не на весну, он даже на лето. Вот он даже на лето. Прям вообще свежесть, зеленошечки. Мне очень понравился. Я не ожидала на самом деле, что у меня будет такой восторг. Да, действительно. Поэтому смело тоже могу рекомендовать. Пробник, мне кажется, на этот парфюм есть. Поэтому можно взять и попробовать. Много парфюмов, кстати, по желтым ценникам у нас в этом каталоге. И по хорошим скидкам. Можно что-то серии подобрать. По поводу ухода с волосами. Давайте немножечко поговорим. Мне безумно нравится серия Блондакон. Особенно блондинки, девчонки. Очень круто нейтрализует желтизну. Потом, если использовать в комплексе, если не в комплексе, то вот маска, маска 2712. Она у нас 299 рублей будет по скидке. Она ярко-фиолетовая. Она очень круто нейтрализует желтизну. Тюрбан еще, кстати, со скидкой будет у нас с Ксюшкой 2. Мы пользуемся. И серия замечательная по уходу. То есть вот ухаживающие свойства просто великолепные. Волосы потом нереально крутые, как после ламинирования. Вот вся эта линейка прям рекомендую. И мороженое мне тоже очень нравится. Это такой дешевый базовый уход. Действительно дешевая линейка, потому что здесь объемом 380, почти 400 миллилитров. От сна рублей 130 будет со скидкой консультанта. Но это смешно. Но по свойствам вообще класс. Это помните БиАрктик. У нас была серия вот этого достойная замена той серии. Волосики прям классные-классные. Не сушит, не утяжеляет, рассыпчатый, ухоженный, блестящий. Прям супер. В данный момент сижу, вещаю вам в разогревающей маске для роста волос. Цена бюджетная, объем большой. 250 миллилитров здесь реально много. Очень классная маска. Я сегодня решила нанести ее на сухую. Мне так хочется, потому что она очень круто ухаживает за волосами. Опять же, сглаживает кончики. А мне хочется объема. Поэтому я решила, что попробую ее сегодня на сухую. Первые 10 минут мне вообще не пекло. А сейчас вот печет прям хорошо. На сухую кожу головы, на сухие волосы, перед мытьем головы. Мне так нравится больше, потому что, если я делаю после мытья головы, мне много ухода. Мне много ухода. У меня слишком сглаженные волосы. А я люблю, как вы уже знаете, сто раз вам сегодня сказал, объем. Вот. Маска нереально крутая. Печет. Пробуждает волосяные фолликулы. Бюджетная, классная, супер. Прям вот смело могу рекомендовать. Надо какое-то жидкое мыло взять в запас. У меня сейчас заканчивается облепиховая. Многие девчонки, кстати, взяли облепиховую. Кто не знаком с облепихой, вот пишут, зла облепиху, фу. Ты когда-нибудь ее нюхал в жизни? Нет. Не берите, кто не нюхал. Потому что облепиха – это специфический аромат. Очень специфический. Лучше возьмите тогда алоэ. Если вы ее никогда в жизни не тестировали, не пробовали, не надо. Потому что объем большой. Надо будет мыло куда-то девать. Далеко не всем этот аромат нравится. Станки тоже не разочаровывают. Все отлично, все замечательно. Очень нравится. Все потрясающе. Пользуюсь. Вообще не чувствую, что происходит процесс бритья. Вот не чувствую лезвия на своей коже. И очень гладко и здорово. Все отлично. У нас будут спреи с 50% скидкой. А вот твердые уже давно, ну 40%. Но дороговато, прям дороговато. Твердые дезики, они сейчас и в масс-маркетах дорого. И Фаберли как бы тоже так. Станик такой высоковатый. Вот я все хочу посмотреть. Нету в линейке Эксперт давно мицеллярки. Вот в этой линейке с красным крестиком мицеллярка просто волшебная. Ну вот просто волшебная. Она подойдет подросткам. Она гипоаллергенная. Она вообще без отдушки. Крем-венотоник. Сейчас уже начинаем много ходить. Надо тоже брать в запас. Очень хорошо усталость. Прямо замечается. 135 рублей будет как бонус за покупку. И вот мицеллярки давно нету. Самая лучшая была Фаберлик. Многие ее любили. Ее подросткам можно брать. Кто вот только начинает краситься. Она прям потрясающая. Так, в линейке ума у нас что? Ничего. Дальше Бадану. По Бадану я вам рассказала приблизительно схему, по которой сейчас я их пью. Зачем я их пью? В пустых баночках был обзор. Кто не смотрел, не поленитесь. В ленте поищите и найдете. Так, у меня витамин Д3. Заканчивается надо взять. И я хочу еще взять одну баночку Мастопа. Нету его в каталоге. Но на сайте он есть. Может, я дальше буду? Так, вот еще у нас Мастоп. Нету, да, девчонки? Нет, не вижу Мастоп. Но на сайте он есть. В общем, Мастоп зачем хочу взять? Недавно с девчонками разговаривались. И на телеграм-канале девочка скинула отзыв. И потом мои девочки в нашем чате, в нашей структуре скидывали отзывы, что этот Бад просто помог с такими проблемами серьезными справиться по женке, с которыми не могли справиться врачи. Я прям отзывы почитала. Я так вдохновилась. А вообще, ну, у женщин сейчас тенденция такая, да, после 40 вылезают всякие бяки. Женское здоровье, вот прям его надо беречь, конечно. И я решила для профилактики пропить девчонки. Все, кто добавил свои отзывы. Вот у меня, кстати, на столе лежит. А нет, в каталоге покажу так. Девчонки свои отзывы оставляли. Прям великолепные. Артикул все скажу вам. Так, 157,97. Если у него нет в каталоге, он на сайте все равно есть. Не расстраивайтесь. Что пили по две баночки. Потому что у нас здесь с вами по две в день, но я пью по одной. Я пью по одной, девчонки. Потому что, ну, как бы проблем нет. А так, баночки на 15 дней. Поэтому пропивать курсом надо две как минимум. Очень хорошие отзывы. Очень хорошие. Вот прям такие болячки. Лечит именно. Такие. С такими проблемами справляются. Что надо каждому. Вот для профилактики. Женщинам прям обязательно, обязательно. Поэтому вторую банку еще закажу. И будем пропивать. Так, что у нас тут с вами еще в конце интересненького. Так, по поводу биокапсул. Дорого, дорого. Это смотрите. По желтым ценникам вот можно будет две хапануть. Две хапануть. Но я что хочу сказать. Вы видели, как постирала, да, на куртке все равно остались пятна. Но я сейчас всегда стираюсь вот этими вот штучками, которые я вам показывала. И там отстирывается все. Даже, наверное, без капсулы, без порошка. Но пластины и сухой порошок мне бы отстирали лучше. Эту куртку я знаю. А тут остались небольшие пятнышки. Поэтому я не знаю, буду ли повторять. Даже по желтым ценникам. 395, где-то 300 с небольшим рублей на 15 стирок. Это более-менее еще. Это как бы нормально. Можно взять, попробовать. Да, можно две даже взять. Это нормально. Но когда по полной цене, ну как-то дороговато. Тут вообще вся линейка своего яма будет по желтым ценникам. Поэтому смотрите, какой продукт нравится. Берите. Я по ВИП-программе возьму еще, наверное, парфюм для стирки. Пластин набрала много. А парфюм, он расходуется так прилично. Поэтому его, наверное, возьму. Кондиционеров тоже набрала в прошлый раз много. Так, в конце, что у нас тут с вами интереснее было. Распродажа какая-нибудь будет. Так, по поводу футболок. Есть они тут или нет? Отдельный ролик-обзор есть на Дзене. Сняла футболочку из вискозы. Был один комментарий. Девчонки, на ютубе это вообще. Но я не могу. Вот они, они своеобразным вырезом. Так и моя какао, да, получается у меня цвет. Я уже забыла. Да, какао, наверное. И был такой отзыв, что как может нравиться эта вискоза. Все обтягивает. А какая там фигура не была. Получается отвратительно. Там что-то в этом роде. Слушайте, вы размер умеете выбирать? Зачем вы берете, что вам обтягивало? Берите больше. Но если, простите, вы больше, чем 2XL, то уж, ну извините, не пошил на вас Фаберлик. Я вообще удивилась. Вискоза, она должна струиться по телу. Вот видите, как она здесь на моделях. Вискоза нигде ничего не обтягивает. Нигде. В обтяжку вискозу смысла брать нет. Есть футболки, которые можно брать в размер. Я сейчас говорю в основном про полненьких девочек. Есть футболки, которые можно брать в размер. И они не будут подчеркивать недостатки. Но вискоза, она должна струиться по телу. Она должна быть вот такой свободной. И тогда она смотрится просто великолепно. Она наоборот стройник. Рукав здесь тоже крайне удачный. Все здесь отлично. Поэтому не надо наговаривать, писать такой бред. Вот честно. Я прям разозлилась аж, когда комментарии прочитала. Что человек пишет. Но если вам размер не подошел, если вы неправильно размер все выбрали. Причем здесь вискоза и фаберлик. Ну вообще. Так что вот так. По поводу обуви, кстати, девчонки, я задумалась. Я очень задумалась. Потому что я посмотрела вживую на вот эти кеды. И мне так понравилось. И это так дорого-богато смотрится. Я думала, у них подошва будет каменная. А нет, она гибкая, хорошенькая. И я прям задумалась. Я может себе возьму. Вот честно. Мне так понравилось. Мне понравился вот этот цвет. Очень стильный. Прям понравился. Невозможно. Понравился вот этот пепельно-розовый. И еще из... Вот с коричневой подошвой. Вот не знаю. Может быть прям возьму все три. По мере на пункте выдачи. Посмотрю. Зонтов не было. И до сих пор нет для випов. Надеюсь, что в каталоге они появятся. Потому что прошлые зонты-трости, они просто великолепные. У меня вот такой вот ментоловый. Но похожий. Да? Может, это расцветчик по чуть-чуть побледней. Очень классный. Будут еще и автоматические зонты в сумочку положить. Да? Маленький. Но мне прям очень нравятся трости. Ух, уберегут. Прям очень качественные. Суперские. Вот еще какой красавчик с котами. Интересно, кстати, выполнен. И я не пойму. Вот здесь вот так подсвечивает. Он внутри что-то темно-синий получается. Видите, полоса. Не напечатали. Но будут доступны к просмотру. Обязательно все просмотрим. И такой вот в стиле арт. Объект. Автоматический зонт. Красивые, хорошенькие зонтики. Фаберлик всегда очень хороший. Так. Ну и на этом все. Надеюсь, все подробно вам рассказал. Разжевал и так далее. Если вопросы остались, пишите. Обалденный, шикарный подарок будет. Для новичков эта серия Коллаген. Просто замечательная. Очень хорошая. Рабочая. Суперская. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под роликом в инфобоксе. Всех люблю. Целую. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова